здравствуйте и сейчас мы продолжим наш урок урок по цветам давайте представим что дурми фасоль оси до это наша радуга и начав с нижнего до и до верхнего до мы будем пить определенный цвет так проще настроиться до условно я говорю об условной гамме красная это вот сядьте прямо настройтесь настройтесь на копчиковую энергию это энергия материализации это плотная очень такая текучая наполнена ведь я даже говорю замедлено и этот цвет потянем достаточно вот и почувствуйте сейчас очень хорошо почувствует этот объем красный оранжевая оранжевая энергия это энергия ваших сексуальных внутренних ощущений творчество созидания ребенок рождается в творческой энергию творец подобен божественному началу оранжевый цвет он более пульсирующий он более наполненный это то что вот соединяет все это то что трансформирует все то что начинает желание это желание это не страсть это желание это движение это стремление это комплексный оранжевый цвет это ваше либидо это там где вот возникает это желание сексуальное не重要 чем творческая вот наполненная тем ааа то become it кто рынок есть на и а Вот он мягкий, он меняющийся, он не может быть одинаковый, потому что это именно энергия, когда есть волна, рябь. Когда есть, значит, это энергия волны, это рябь. Вот если красный цвет, красная энергия, энергия дна устойчивости, на которой формируется океан, то энергия рябь, 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 которая играет в ветер, это энергия творческой энергии. Теперь мы чуть повынимемся, пупок. Пупок — это энергия выбора, вашего выбора. В чём вы сконцентрированы? Это энергия, где вы выбираете. В чём заключается ваш выбор? Каждый охотник желает, 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 желтый цвет, желтый цвет, цвет жизни, цвет солнца. Вот представьте себе, внутри солнца, поместите его в пупок И, и на И, И. А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А Вот это очень сейчас было хорошо. Вот это «и», вот это вот желтое, это пупок солнца, работа солнца внутреннего. Мы поднимаемся выше. Это зеленый цвет. Цвет равновесия. Так как наше солнышко имеет максимум зеленый. В нашем спектре наши листочки по этому дереву зеленые. Цвет нуля, равновесия, баланса. Зеленый цвет. Это цвет сердца. Сердце, где формируется понимание истины, правды. Каждый охотник желает знать. Это внутренние знания. Это то, что скажет «король голый?» «Король-то голый?» «Откуда знаю?» «Знает сердце». Вот эта зеленая анахата в русских традициях всегда, в сказках, основа всего решения и подсказала ему сердце, куда пойти. И сердце нашло дорогу. И сердце, сердце творец. Сердце изначально начинает биться, помимо того, как сформировался головной мозг у ребенка. Сердце – это первичный ваш импульс, вашей души. Представьте, что сердцебиение у каждого человека индивидуально. Удивидуально, его внутренняя чистота. До, ре, ми, фа. 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 Вот настройтесь. Сердце создает, можете послушать передачу мою, про то, что сердце создает генератор всей вашей энергии. Вот оно на этом уровне, где ключица, где грудина. Можно просто поставить руки, почувствовать. Отсюда, отсюда. Вот это определенное место. Зеленое. Абсолютно нейтральное. Абсолютно никуда. Никакое, ни мягкое, ни грубое. Оно нейтральное. Вот это фаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Зелёный листок, зелёное дерево, зелёная трава, шум этой травы, шум листов, берёзов. Вот всё связано с характеристиками этой энергии. Человек — это вибрация. На каких вибрациях человек работает, то энергией он пользуется. Если это вибрация зелёных листов, сердца, какой звук такой же. И мы поднимаемся выше. Наконец-то вы видите звёздочку, и она голубая. Это горловая чакра. Это то, что называют в духовных школах высшая точка созидания. Через голос, через слово доносится мысль, сформированная или принятая свыше. Через вот это место. Это великий учитель. Он всегда раскрыта у него, вот эта энергия. Голубой. Представьте, небо. Ничего не надо придумать, всё есть. Это небеса. По небесам бегут облака. Вот видите, вся земля представлена. Мы и солнышко сделали уже с вами. Мы сформировали деревья. А что ещё? Это небо и, конечно же, цвет воды реки. Соедините небо и реку. Эти два противоположных, но так похожих. Вода ведь голубая, потому что она отражает небо. В нашей природе уже сформирован голубой цвет и сверху, и снизу. Работа двоих одновременно. Было бы у нас небо тоже определённый цвет, он определённо возник. Цвета другого, это за счёт того, что у нас такая атмосфера. Состав атмосферы другой, был бы другой цвет неба. Но за счёт того, что у нас голубое небо, у нас голубая вода. Вода отражает лишь цвет неба. И вот соединение двух потоков, воды бежащей сверху белой, воды внизу текущей, соединение этих двух потоков, бесконечный обмен между ними, баланс, это и есть звук этой горловой чакры, энергии. Представим, бесконечное движение, бесконечное. Вот переход. Доры ми фа соль, 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 соль. Вот он сверху, снизу. Вот он сверху, снизу. Вот он сверху, снизу. Соль, соль. Соль, соль. Соль, соль, соль. эту соль, побыть, и покружиться, и в вихре себе приставить, а мы перейдем выше. И с горловой чакры, с горловой энергией, с горлового так называемого узла энергетического, не важно, как вы это будете называть, с горловой вибрацией, чистоты, мы поднимаемся выше, и попадаем на уровень, как раз, Аджны, да, это третьего глаза. Что такое третий класс? Для многих это непонятно, что за это синий цвет. Кто такие, кто пользуется этой энергией? Говорят, ясновидящий, пугает. Синий цвет, умение смотреть по временной потоку, умение считывать информацию, синий цвет. Вот где у нас в природе присутствует синий цвет? Вспоминайте. Это, в принципе, цвет ветра. Вы не видите ветер. Но если бы вы захотели его увидеть, вы бы его увидели в таком наполненном синем потоке. Вот теперь сформируйте вот эту трубу, идущую от глаз. Вы же как в этой трубе и просматриваете все пространство, его визуализируете. Это ваш ветер. Это ваша щупальца ветряная, которая хватает все. Сформируете этот синий звук. И проникнитесь этим. Здесь не важно, какая гласная. Важна внутренняя ваша модель, модель визуализации, ощущения и представления этого звука. Дальше вы сами идете вперед. И вы поднимаетесь еще выше. Последнее. Здесь очень много всего. Сначала вы должны сконцентрироваться на фиолетовом. Прозрачном, ультрафиолетовом состоянии. Это то, что есть идущая шишковидная здесь железа, здесь идущий фиолетовый, кристальный. Вот на этом наша маленькая, законченная витация. В самом конце представьте всю радугу и воспроизведите сами. Я желаю вам удачи. До свидания. Продолжение следует...